Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калин Красный. И сегодня у нас в обзоре горячая новинка от Лего. Это Лего мини-фигурки Marvel Studio. Да, это, наверное, у нас будет самая продаваемая, самая ожидаемая и любимая фанатами серия мини-фигурок. Потому что здесь у нас всеми узнаваемые, всеми любимые персонажи от Marvel. Вот буквально вот прям вот горячая новинка настолько, что вот я ее вчера взял. Она, по-моему, только вчера и появилась, или с 1 сентября она официально появилась в магазинах. Взял ее в детском мире по розничной цене у нас 279 рублей, по-моему, они стоили. Вполне, ну, цена, наверное, на старте кусается. Если, конечно, вы хотите подождать, купите чуть потом, а попозже, цена, наверное, пойдет более до 200. Но я считаю, что данная серия мини-фигурок настолько удачная, настолько она будет продаваемая, окупаемая, что вот ее стоит прямо сейчас покупать постепенно и коллекционировать. Почему взял три? Объясню. Да, и, кстати, это не первые три попавшиеся, я специально сидел, долго вот так вот их щупал, выбирал. Я взял три фигурки. Я взял Сэма Уилсона, Баки Барнса и Локи. Ну, вроде как я взял их, а там, может быть, у меня что-то другое нащупалось, не знаю. Вот. Почему взял их? Потому что я собираюсь сделать лего-сравнение. Лего против Китая, потому что у меня есть фигурки. Некоторые фигурки из данной серии, у меня есть китайские, и я хочу их сравнить в своей постоянной рубрике, которая выходит на моем канале. Ссылочка вот на предыдущий обзор, я сравнил дарт-молу китайского с оригинальной лего-сакой, будет здесь. Вот. Обзорчик очень хорошо зашел. Думаю, этот тоже зайдет. Вот. Поэтому я решил постепенно покупать данную серию мини-фигурок. Буду, наверное, постепенно тоже делать на них обзоры. И постепенно также сравнить с китайскими версиями, и мы выясним, кто лучше. Но, мне кажется, вот тут просто у Китая нет никаких шансов. Вот. Реально, серия настолько выигрышная, так прикольно смотрится, что ее вот хочется поставить в рамочку, сделать крутой фон, и вот просто стоит на нее любоваться. Кстати говоря, я планирую сделать рамку тоже на эти мини-фигурки, такую же рамку, как я делал по Звездным Войнам. Ссылочка на эту рамку будет здесь. Вот. Все сделаю, все будет бесплатно. Скачайте себе, распечатайте, приложите, будет все круто. Так, ну не буду вас томить. Ребята, давайте вскроем. Давайте вскроем. Сидел, я долго нащупывал данные мини-фигурки. Опа. Чуть прошел с ним правильно. Здесь, но здесь трудно было ошибиться, потому что слишком узнаваемо. Это у нас Сэм Уилсон, он же у нас новый Капитан Америка. Вау, круто. Смотрите, у нас теперь дополнительная защита. Идет такая, то есть пакетик в пакетике, это очень интересно. Ну, давайте-ка мы его вскроем, соберем по-быстрому, посмотрим его. Ребята, это просто определенно топ. Я в шоке от того, что Лего сделала. Вы посмотрите на эту фигурку. Это они, ну, молодцы. Принты в круг. Ребят, просто принты в круг. Ну, на ногах здесь нет, но я думаю, они здесь и не нужны. Просто принты в круг. Абсолютно полностью принты на всей фигурке, даже сбоку на ногах. Что большая редкость у Лего. Ребят, потрясающе просто. А то, как они выполнили крылья сокола, ну, это, я считаю, шедевр. Потому что до этого были какие-то не очень удачные версии. То большие, то маленькие. То вообще там сборные из деталек Лего Систем. Это просто, ну, это идеал. Единственное, что мне не нравится в данной фигурке, это вот эта птичка, которая там, ну, я не помню, как она называется. Пишите в комментариях. Вылетает и стреляет, помогает соколу. Вот. Но, в принципе, это просто, ну, это супер. Во-первых, у нас здесь новый щит Капитана Америки. Я вот не помню. Вот в небольшом таком паке с Капитана Америка, там, с бандитом каким-то, был ли этот щит или он абсолютно новый. Потом у нас, насколько я помню, новая прическа для вот таких вот афро, скажем так. Опа. Ну, не смог ее снять. В общем, такая вот она интересненькая. Тоже у нас принты даже сзади здесь. Ну, это просто топ. И еще, что интересно, леговцы положили. По-моему, только это в этой серии введено или нет. В общем, вот только небольшой пьедестал. Можно поставить нашего сокола под уклоном. Я так понимаю, в каждой фигурке будет вот такая деталька-штучка, потому что я когда искал, щупал нужные мне ими фигурки, я нащупывал зачастую вот эту детальку. В общем, ну, молодцы. Сэм Уилсон, это прям удача. Это, ну, он офигенно. Просто принты переливаются. Все офигенно, все четко. Ну, и вот я быстренько, я сделаю обязательно отдельный обзор сравнения. Ну, я понял, что Китай прям говно. У Китая прям, ну, не очень. Вот, в данном сравнении. Я думаю, будет наравнение, но это прям нет. Ну, ладно, это было быстрое сравнение, отдельно мы сделаем чуть попозже. Так, следующая мини-фигурка. Вскрываем следующую мини-фигурку. Я надеюсь, что это у нас... А, это... Это Локи. Это Локи. Это Локи 100%. Да, это Локи. Локи было легко нащупать за счет лягушки Тора. Вот, кстати говоря, не сразу-то... Давайте посмотрим на нашу этот... Небольшой каталог. Как он у нас из себя выглядит, представляет. Здесь небольшая сборная инструкция для самых непонятливых деталей. Вот. И что у нас еще сзади? И сзади вот такая вот... Очень интересно, что вот так повернуто. Кстати, прикольненький такой небольшой пост. А можно его повесить. Ну, он достаточно интересно выглядит. И все мини-фигурки данной серии у нас. Так, ну, давайте соберем Локи. Итак, Локи. Локи, он шикарен. Вы только на него посмотрите. Удивительно, что даже на принты... Принты на ногах добавили леговцы. Не знаю, видно или нет. Вроде видно, да. Есть небольшие принты. Очертания брюка. Стрелочки. Очень прикольно. Локи шикарен. Имеет у нас два выражения лица. И сзади написано вариант. Вот такое первое у нас выражение лица. И вот такое вот второе немножко сердито. Очень похож на персонажа. Очень. И кружка у нас, увы, и... Также у нас в комплекте с Локи шлоу Тор Лягушка. Из вселенной Марвел. Ребят, круто, что он полностью вот так вот пропринтован. Очень хорошая фигурка. Вот, ну, не поскупились. Молодцы. Круто. Очень удачная. Очень хорошая. Я думаю, вот она может посоревноваться с китайской. Хотя, не знаю. Я еще китайский не раскрыл. У меня пришли китайские фигурки по сериалу Локи. От фирмы XIN. Не знаю, сравняться они или нет. Но, в общем, круто. Так, давайте следующую вскроем. Последнюю фигурку. На самом деле, вот насчет вот этой, я не знаю. Может быть, тут не Баки Барнс, а может быть, здесь этот... Зомби Капитан Америка. Почему? Да потому что щит-то я нащупал. Я нащупал щит. Но прикол в том, что в данной серии, по-моему, у четырех мини-фигурок есть щит. И довольно-таки сложно угадывать. Нет. Вот это я угадал. Супер. Топ. Здесь у нас Баки Барнс. Ой. Упал у меня. Китайские мини-фигурки от такого качества Лего просто упали от зависти. Так, давайте его соберем. И прикольно, что вот он был сразу вот так вот собран. Соберем и посмотрим повнимательнее. Итак, вот такой у нас Баки Барнс. Он же у нас Зимний Солдат. Круто. Тоже очень хорошо. Приятно видеть также. Но это вообще серия мини-фигурок. На ногах как бы подозревается, что должны быть принты. Иначе за что мы платим практически 280 рублей. Вот. Интересная у него рука от Ваканды. Вакандовская рука. Потом принтик сзади. Такой же у нас, точно такой же у нас щит, как у Сэма. И два выражения лица. Ну, не сказать, что данная фигурка чем-либо отличается. Возможно, я могу сказать, что это самая слабая фигурка из всех. Потому что, ну, она особо каким-то чем-то таким не играет. Крутым или интересным аксессуаром. Или вообще. Ну, в принципе. Поэтому, ну, фигурка чисто мне для сравнения. Ну, и, естественно, в коллекцию. Вот. Тоже прикольненько, приятненько. А, кстати, у нас два здесь вот таких ножичка. Скрепленных еще заводской. Итак, что я могу сказать по итогу. Ну, это определенно топ. Это определенно офигенские мини-фигурки. Меня очень сильно порадовали Лего. Предзошли сами себя. Особенно Сэм Уилсон. Я считаю, это самая лучшая мини-фигурка данной серии. Конечно, не имел другие еще. Мне вот интересно Ванда и Вижн. Но Сэм Уилсон, это прям мух. Прям огонь. Также я считаю, что данные мини-фигурки будут раскупаться просто офигенно. И со временем будут они только дорожать. Потому что, ну, серии действительно очень удачные. Давайте мы искрестим с вами пальчики на руках. И, наконец-то, может быть, Лего нас услышит и выпустит такую же офигенную серию по Звездным Войнам. Я думаю, она будет не менее продаваемая. Не менее удачная. И по окупаемости тоже себя произойдет. Так, что я хочу сказать. Ребят, пожалуйста, поставьте данному видео колокольчик. Колокольчик, лайк, напишите комментарий, понравился ли данный обзор. Хотите ли вы еще обзор на данные мини-фигурки данной серии. Вот. И я в скором времени выпущу Лего-сравнение Лего против Китая. Это у нас будет Локи и, соответственно, мини-фигурки по сериалу Сокол и Зимний Солдат. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. И вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы укладываем обзор на Лего и его аналоги. Всем пока!